Друзья, всем привет и добро пожаловать на канал Гарнич Лайф. Меня зовут Игорь и я увлекаюсь водородными разработками. Но сегодня видео будет не о моих разработках. Сегодня с вами мы приехали в Кострому, к одному очень талантливому изобретателю. И это сегодня рубрика будет Шаг Новатора. Рубрика, в которой я показываю интересных изобретателей и рассказываю о их изобретениях. Погнали! Ну что, друзья, мы приехали. Нам сказали подъехать в Костроме на набережную, в яхт-клуб. И это просто невероятно! Вы видите вот этот огромный корабль? Он называется Катамаран. Посмотрите на его габариты. Посмотрите относительно яхт, какой он огромный. И самое интересное, что он автономный. Мы сейчас познакомимся с создателем этого чудо. Ну, на самом деле, это чудо инженерной техники. Познакомимся поближе с ним и посмотрим сей аппарат еще ближе. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Катамаран Рэй. Кострома. Ха-ха-ха-ха, отдуреть! Пойдемте знакомиться к Алексею. Алексей, честно, я был удивлен. Потому что мы, когда подъехали сюда, я увидел габариты и, поняв, что это придумал один человек и со своей командой это все смог реализовать, я был шокирован. Но еще больше я шокирован, когда сейчас зашел внутрь. Я не знаю. Покажи камеры. Вот просто пока в разные стороны. И это просто невероятно. Это огромный дом. И очень уютный. И... Ну, я в шоке. Я в шоке. Сразу вопрос. Сколько здесь квадратных метров жилья, можно сказать? Ну, если по понятиям домов рассуждать, то где-то 86. 86. То есть это такая трехкомнатная квартира. Довольно уютная. И не трех. Здесь в каждом корпусе по две каюты. Одна мастер-каюта. И вот эта кают-компания. То есть получается всего шесть. Шесть. Шесть комнат. Ну, это просто невероятно. Пять санузлов. Пять санузлов. Каждая каюта своя. Пять. Короче, места всегда есть свободные. Покажите, пожалуйста, как вы управляете. Где должен находиться человек, который должен... Судоводитель? Да. Да, совершенно верно. Место судоводителя здесь. То есть вы непосредственно здесь базируетесь. Да. А зачем столько планшетов? Управление джойстиками. Джойстиком идет. Вы управляете это джойстиком? Джойстиком. Управление джойстиком идет, да. Ну, то есть, соответственно, это двигатели. Там правый, левый. А вот эти планшеты? Это планшеты, это доступ к параметрам аккумуляторов. Показывает их энергоресурсы? Да. Ну, соответственно, система навигации. Это резервная система навигации. Это основной карт-плоттер, это вперед смотрящих, а вот радиостанция и РОЛЭС, радиоаккурационная станция. Выглядит, на самом деле, как будто игрушкой какой-то управляешь. На самом деле, очень выглядит все легко. Джойстик, два рычага. Да, ну, эта система заведена наблюдением на лодке. И еще можно лицезреть, что происходит по... Камерам. А, дуреть. А много камер? 13. 13 камер. Да. Вот это подход к наблюдению. А проведете нам маленькую экскурсию? Да, пойдемте. Очень все интересно. Ой, ух ты. Здесь, соответственно, обеденная зона. Это сервировочный столик, так называемый. Вот, здесь. Здесь стиралка. Стиральная машина. Стиралка. Здесь посудомойка. Посудомоечная. Вот это подход. Вот. Покажи, тут можно спокойно сидеть и смотреть фильмы, наслаждаться путешествием. И, если не секрет, на этом корабле можно уплыть куда угодно. Ну, практически, да. То есть, какие-нибудь там острова где-нибудь там в Тихом океане или еще. Спокойно. Знаете, что самое интересное в этом всем, это все автономное. Представляете? Пользуетесь вы телевизором, стираете вы вещи. Эта штука экологически автономная. То есть, вы берете солнечную энергию. Это мы чуть позже покажем. Но вообще, это поистине уникально. Пойдемте дальше. Кухня. Кухня. Полноценная кухня. И даже можно спокойненько приготовить и сделать себе кофеечек. Холодильник. Микроволновка. Представляете, вы лежите на кровати под кондиционером. Друзья, но о мой ролик не получился бы без поддержки бренда кондиционеров IGC. Этот бренд представлен во всех регионах нашей необъятной страны. И вот здесь где-то, наверное, их сайт появится. Смело переходите, находите дилеров в вашем регионе и заказывайте кондиционеры. У них есть кондиционеры всех мощностей для офиса или дома. Чиллеры, ВРФ, фанкойлы. В общем, это все можно найти на сайте igcircon.com. Сайт появится где-то здесь. Заказывайте, ищите дилеров в вашем регионе. И смотрите нас дальше. Чилите, отдыхаете, лицезреете за прекрасными видами, которые у вас выдают эти панорамные окна. Ну, действительно, посмотрите, насколько искусно продумано оконное исполнение. То есть, несмотря на то, что здесь профиль деревянный, по-моему, да? Нет, это полиуретан. Вот это имитация дерева. Имитация дерева? Да. Она же еще одновременно является утеплительным. А, дуреть? Ну, здесь стеклопакеты, то есть лодка утеплена полностью. То есть она зимой отопливается. То есть на ней можно, по-моему, цена жить, как в доме даже зимой. Она вмерзает в лед. А, дуреть. То есть, представляете, вообще можно не бояться даже каких-то северных маршрутов и северных каких-то широт. Очень удобно. А это один из первых? Это санузел. Один из первых. Гляньте. Гляньте. А-а-а! Я не знаю, ты сможешь это показать или нет. Но тут просто... Честно, я в шоке. Я думал, что это будет что-то такое большое. Но я не ожидал, что тут даже душевая кабина спокойно. Четыре человека за раз могут помыться. Посмотрите, какая она просторная. И это один из туалетов. Солнечный свет. Можно... Да, это же еще вентиляционный люк. И это же вентиляционный люк. Очень компактная раковина. Вообще, очень удобно. Сейчас мой товарищ оператор покажет вам, что здесь можно спокойно сидеть и наслаждаться путешествием. Сложенные для себя минуты. Здесь основная электроника, как и силовая. Потому что он остановный, и там стоят батарейки. Нет, здесь стоят преобразователи силовые. Преобразователи. И силовые преобразователи. Очень компактно спрятано. Полочки тоже. Пойдемте дальше. А, я так понимаю, можно выйти отсюда сразу же и... Да, отсюда можно выйти сразу на задний кокпит. И причем сразу две двери. Ну, одна капитанская, вторая гостевая. Смотрите, можно сразу хоп. Здесь лежаки. Под одним из лежаков летняя кухня. Лежаки это вы... Ну, это вот, 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 где... Вот это. Да, 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 да. Сюда летом ложатся подушки. Вот, можно здесь полежать, позагорать. Там... А, дурить? Да, то есть под одним из них вот как раз летняя кухня, которая сейчас открыта с грилем, с газовым. Ага. Вот, а под вторым там морозильная камера на 500 литров для хранения продуктов. Морозильная камера на 500 литров, а, дурить? То есть можно по сути рыбу, которую наловили, сразу же сюда и положить? Ну да, то есть или с собой что-то взяли, чтобы не испортилось. И зона такая большая, с большим столом, просто... Ага, вот вам и летняя веранда. Пойдемте дальше. Нижняя каюта. Нижняя, мы спускаемся вниз. Пока мы спускаемся вниз, вопрос. Скажите, сколько потребляет полностью данный дом на воде, данный катамаран? Потребляет что? Энергии. На ходу? На ходу. Ну, для того, чтобы идти в спокойном режиме, порядка, там, 10 километров в час, потребление 8 киловатт. 8 киловатт. Да, при этом генерация у нас солнечная 16, на половине энергии мы идем, половину закладываем в аккумулятор для того, чтобы подтянуть. Ого. А лемкость аккумуляторов такая, что позволяет идти спокойно сутки. Это из-за того, что как раз он автономный и берет только энергию солнца. Да. Это... Резервная генерация, конечно же, тоже есть, но в прошлый год мы ни разу не заправлялись ходить. Адуреть. Пойдемте. Мы в каюте, которая находится на, можно сказать, первом этаже. Нет, в одном из корпусов. А в одном из корпусов, прошу прощения, меня поправили. Я просто далек от терминологии кораблестроения. Смотрите, какая кровать. Очень удобно. То есть, можно спокойно вдвоем и даже с ребенком, наверное, втроем здесь спать, лицезреть. Гляньте, какой вид красивый через эти маленькие окошки. А сколько воды нужно запасти с собой, чтобы куда-то... Полторы тонны воды. Он запасает полторы тонны. Да, и плюс стоит оплеснитель, который хоть из речной, хоть из морской воды делает 150 литров пресной воды в час. Ого. Это же, представляете, то есть в море можно спокойно получать себе пресную воду и вообще не переживать за какие-то остановки для того, чтобы пополнить свой запас воды. Покажи-ка сюда. Вторая душевая кабина. И она не менее уютная, чем та, которая была наверху. Все тут берешь и получаешь удовольствие от того, что ты можешь сполоснуться после купания в море. И также довольно, на самом деле, просторно одуреть. Так, идем дальше. Так, ух, еще одна комната. Каюта. Я как чайник называю это комнатой. Это каюта со шкафчиками. Тоже большой... Я так понимаю, это все индивидуально делали. Все индивидуально. Все индивидуально. То есть такого матраса, такой формы вы просто физически нигде не найдете. И понятное дело, что для выполнения такой задачи это нужно куда-то обращаться. Аналогично можно смотреть в иллюминаторы, если я не ошибаюсь. И там, соответственно, что с венцом заход. Так, товарищ оператор, пропусти меня. Такая же не менее уютная душевая кабинка. Аналогично есть санузел, гальюн, наверное, как можно сказать. Можно ручки помыть. Смотреть, где там пираты Карибского моря проплывают. Вообще, очень круто. Очень круто. Поражает. Вот я даже думаю, что вы, наверное, через камеру видите, насколько здесь огромное пространство. И насколько здесь, в принципе, комфортно. То есть, путешествуя здесь, не надо никуда отходить. Можно все свои надобности здесь сделать. Лежать, чилить, как говорится, и ждать какой-то остановки. Вообще, просто невероятно. Так, идем дальше. Нам подниматься надо наверх. А, смотрите, тут даже радиаторы есть. То есть, в какие-то моменты, когда погода уже будет не совсем комфортная, можно пользоваться отоплением. Здесь полноценное отопление. То есть, зимой тоже лодка отапливается. У меня такой вопрос. А как вообще пришли к тому, чтобы собрать вот что-то, соорудить? Как? Ну, это же додуматься нужно. Ну, как так? По путешествию заходил. Просто решили, что все, надо куда-то ехать, куда-то плыть. Да. А как вот до этого доросли? Ну, то есть, чтобы такое собрать, это же нужно конкретно поставить задачу, увидеть какую-то либо точку, либо вот собрать семью. Ну, то есть... Не понял вопрос. А мысль какая? Чтобы именно такой, можно было небольшую лодку собрать, а тут прям размеры чувствуется, мощь чувствуется, инженерная мысль чувствуется. Путешествовать лучше с удобствами, чем без удобств. Да, я согласен. Да, но на воде всю жизнь, поэтому захотелось именно вот такое судно, которое максимально близко к дому. Ну, вот именно по своим удобствам, по своим характеристикам, то есть, по удобству проживания, нахождения на борту, именно для постоянной жизни. Вот. Ну, и, соответственно, когда стал считать, а как его делать электрическим, дизельным, просто парусным и так далее, то пришел к выводу, что лучше солнечное делать. И за счет этого его и форма появилась, и его габариты. То есть, у нас сверху есть солнечные панели. А их площадь какая? 80 квадратных метров. 80 квадратных метров. Очень круто. Представляете? Это же нужно додуматься, чтобы собрать именно таких габаритов, чтобы именно количество солнечных площадей, количество солнечных панелей было достаточно, чтобы можно было это плавсредство запустить в путешествие. И при этом еще половину энергии копить. Это ли не круто? Блин, на самом деле, очень уютно сидим. Сделали здесь в кофемашине, заварили чаечек. Прямо здесь же сидим. Очень комфортно. Тихо здесь, спокойно на воде. И у меня вопрос был. А почему Рэй? В честь Рэя Брэдбери. Писатель, один из любимых моих. И он побудил назвать, да? Второй отсыл, это Рэй, с английского луч, луч, соответственно, солнечная энергия и так далее. Есть ли желание что-то больше построить? Я имею в виду, какой-то еще больше? Больше? Ну, так как пока со всеми известными событиями мы никуда далеко пойти не можем попутешествовать, то было принято нам решение каприциализировать проект. То есть мы сейчас в данный момент строим верфь, маленькую верфину, которая производить будут лодки. Как раз и один из проектов, который сейчас уже в процессе, это 20-метровый тримаран гибридный, довольно большой. То есть можно ВКонтакте у нас на страничке посмотреть. Да, кстати, под этим видео все реквизиты для связи с Алексеем будут, то есть в соцсети. И если вдруг захотите как-то написать, наверное, почта будет. То есть все под этим видео будет. Еще вопрос. Максимальная вместимость людей. То есть сколько можно для комфортной жизни сюда собрать людей, чтобы всем было комфортно, и отправиться куда-то? 12 человек. 12 человек. Да, здесь это ограничено в первую очередь тем, что это маломерно осудно по нашим законам. Маломерно осудно это до 12 человек. Все, 12 человек. Представьте, по сути, это 2-3 семьи могут спокойно собраться и... 4 семьи. Это 4 семьи, 12 человек в среднем. 4. Ну просто мало ли, у кого-то больше детей там. Или родителей еще взять. Вообще очень круто. Такой вопрос. Когда вы куда-то отправитесь? Мы прошлый год походили, на недельку сходили отдохнули, наконец-то. В этом году ждем, когда лето начнется. Ну, в данный момент идет еще переоборудование. То есть, до этого стояли у нас двигатели подвесные нашего производства на базе двигателей Nissan Leaf. Электродвигателей от Nissan Leaf. Вот. Но за последний год мы довольно хорошо продвинулись в разработке. И сейчас начали выпуск винторулевых колонок электрических. То есть, это аналог азиподов, который выпускает канал, там, компания BB, по-моему. Вот. Но мы их сделали для яхт. То есть, для маленьких судов, для маломерных судов. Вот. И классное, очень удачное решение. Поэтому мы сейчас подвесные моторы снимаем отсюда. И ставим на РЭИ, ставим ВРК. То есть, винторулевые колонки нашего производства. Но мы сейчас их увидим, да? Ну, да. Все это дело. То есть, процесс сборки вы видите даже на самом деле. Не то, что вы их увидите вот уже стоящими, да? А именно процесс сборки. То есть, нам на это нужно примерно, наверное, еще неделя-две. То есть, мы все... Из-за этого сейчас и РЭИ стоит практически на берегу. Вот. Кормой. Кормой на берегу. Вот. Монтирование торолевой колонки. И после этого, надеюсь, к этому времени как раз погода установится. Будем ходить. Прикольно. Когда далеко куда-то, ну, этим летом куда-то пойдем. Вот. А если говорить там о каких-то грандиозных путешествиях, то ждем, когда у нас стабилизируется наша там какая-то вот вся эта ситуация в мире. Но пока путешествуем по России. Очень прикольно. Я бы хотел посмотреть. Вообще, мы забыли это посмотреть. И даже визуально посмотреть. Сердце, аккумуляция этого всего плавсредства. Это все-таки аккумуляторы, которые собирают и отдают энергию, чтобы все это питать. Аккумуляторы, на самом деле, они вот здесь под полом. Они спрятаны. Они спрятаны. Там 180 кВт-часов летиожелезных аккумуляторов. 180 кВт-часов. 180 кВт-часов. То есть, можно идти при расходе там 8 кВт. Большой путь, да. Сутки можно идти. Адмирей, представляете. То есть... Это при отсутствии генерации полной. Я понял. Такой еще вопрос. Ну, я так понимаю, это же форма. Катамаран – это как раз форма из-за двух этих плавников, да? Корпусов. Корпусов. И, я так понимаю, это позволяет выдерживать какие-то сложные, суровые условия. Где-то там в море какие-то штормы и так далее. Это в первую очередь связано. То есть, у катамарана гораздо лучше остойчивость, чем у классической лодки. Это первое. Второе. Форма. Почему катамаран? А именно на катамаранах хорошо можно получить развитую крышу. Для монтажа солнечных панелей. Вот. Ну, в первую очередь, с этим связано. Ну, и второе – удобство. То есть, вот такую обитаемость, ни один практически монохул, то есть, ни одна однокорпусная яхта, ни одна однокорпусная лодка такую обитаемость не предоставит. Ну, я правильно понимаю, то есть, он, в принципе, устойчив будет к какой-то большой волне. Каким-то сложным погодным условиям, когда там начнется какое-то качание или еще что-то. Так что, видите, есть плюс в строительстве катамаранов. Ну, это технологически более сложно. Не спорю. То есть, по сравнению с однокорпусной лодкой, производство катамарана, именно строительство катамарана – более сложная тема. Да, потому что все-таки, я так понимаю… Выдержать геометрию, да, то есть, расчет прочности. Да, элементарно даже спустить на воду, то есть, например, этот катамаран шириной 8 метров. Его ни по одной дороге общего пользования его не проведешь. То есть, как правило, строят на предприятиях, которые находятся на берегу. Да, очень прикольно. Очень круто. На самом деле, я до сих пор под впечатлением. Обязательно переходите в социальные сети катамарана.рэй будут внизу, переходите по ссылочке и сможете увидеть это чудо инженерной техники. И, может быть, новые разработки Алексея, потому что мы сейчас с вами перенесемся в новые локации и посмотрим, насколько еще интересны развиваются мысли в строительстве, судостроительстве Алексея. И пару моментов уникальными будет. Здесь не только Алексей, здесь надо четко говорить, что это команда. Команда. Да, то есть, это команда. То есть, у меня есть замечательные помощники. То есть, у меня есть именно команда. Есть предприятия, которые этим всем занимаются. Вот один из них, правая рука, Антон. Да, то есть, вот сейчас по моторам, по винтеролевым колонкам лучше он вам, наверное, расскажет. Это Антон, один из членов команды Алексея. И он нам сейчас расскажет про ноу-хау. Моторы, которые стоят на рейд. Ну, давайте сначала начнем со старого. Это подвесные моторы, электрические, которые у нас стояли на катамаране. До вчерашнего дня. Ну, на самом деле, здесь за базу взята Ямаха. Мы просто сняли голову и туда поставили электромоторы от Ниссана. Все это соединили, ставили еще вставку, чтобы удлинить Дейвуды. И получился у нас такой электрический мотор. Смотрите, они ростом просто невероятно мощный. Выглядит мощно. Ну, всю эту облицовку, кожуха, все это сами изготовили. Вот, изменили винт, увеличили его. Для того, чтобы целый дом толкать. Представляете, два таких мощных мотора. Мы сейчас посмотрим, какие... На самом деле, уже в прошлом. Зимой мы изобрели новые конструкции моторов. Сейчас они у нас находятся в производстве. Непосредственно, тоже на следующей неделе будем их... Уже ставить, да? Ставить на катамаран, да. Нам придется слегка изменить корму. Ставить туда новую вставку. Пойдемте посмотрим. Ну, здесь мы сейчас сможем посмотреть элементы от этих моторов. То есть, вот, статоры. Сейчас здесь намотка происходит. Катушек. А у них мощность будет больше? На самом деле, мы ее будем контролировать. Нам сильно-то большая мощность не нужна. Так, а... Учитывая, нам главное создать больший упор. Мы туда поставим вместо двух винтов, четыре. У нас будет четыре мотора стоять. А покажете ноу-хау, который вы мне за кадром объяснили. По сути, винт, он будет ротором. Это винт-ротор. То есть, мы проектируем винт, лопасти винта, печатаем на 3D-принтере. И вокруг этого винта уже выстраивается архитектура мотора. То есть, это винт-ротор. В нем магниты, и весь винт вращается в статоре. Статор будет встроен в корпус мотора. Представляете, то есть, сам мотор будет находиться в воде. И при этом будет минимальные потери, энергопотери. У нас нет никакой вала-линии, ничего. То есть, мотор непосредственно в воде. Винт, вокруг винта выстроена архитектура мотора. То есть, это винт-ротор. У нас нет проблем с охлаждением, так как это все в воде. Тут уже есть готовые корпуса, куда это все будет ставиться. И мы сейчас их тоже посмотрим. Да, вот в этом творческом беспорядке у нас находятся элементы моторов. которые будем сейчас собирать. Все корпуса напечатаны на 3D-принтере. Это вы сами напечатали? То есть, да, буквально за зиму у нас пришла эта идея. Мы рассчитали, все посмотрели, испытали. Очень круто смотрится на самом деле. Мощно, мощно смотрится, просто нереально мощно. Да. Как ваш лайк под этим видео. Вот здесь у нас как раз вот эти элементы кормы, которые мы будем ставить на катамаран для того, чтобы установить данные моторы. Такой плавник, который будет выступать еще и рулем, на него устанавливаются два мотора с каждой стороны. И эта вся колонна будет поворачиваться. При необходимости этот элемент кормы поднимается из воды. Вся эта ступенька для обслуживания моторов. Самое интересное, что это все из алюминия. Это все выполнено из алюминия. И, как я уже понял, здесь 5 миллиметров толщина. Представляете? Это все сварить надо, загерметизировать. И потом уже моторы будут ставиться сюда. Выглядит основательно, мощно. Но и с учетом того, что это алюминий, это очень круто. С алюминием, бывалые люди, наверное, скажут, что с алюминием тяжело работать, потому что его варить, это не черный. Да, везде есть свои сложности, но в данном случае основной приоритет это фразивная устойчивость. Очень круто. Так, и мы сейчас перенесемся еще в одно очень интересное место, где Алексей и его команда создают кое-что еще не менее невероятное. Мы сейчас прибыли на новую площадку. Мы сейчас перемещаемся сюда. Здесь строимся, строим новое цеха, новое производство. Здесь площадь позволяет разместиться с нашими требованиями. Здесь мы видим начало монтажа большого 3D-принтера с полем печати 12 на 6 метров. Будем печатать из композитных материалов большие конструкции, в том числе дома на воде. Ангар позволяет разместить нам здесь такой большой принтер. Дальше изделия выкатываются на рельсах в эту зону, и здесь происходит дальнейшая пост обработка и отделка. То есть это, представляете, это все 3D-принтер. Огромный, который позволит строить дома на воде. Сейчас мы покажем, как они выглядят. В будущем, он по секрету нам сказал, здесь будет целая деревня. И вот два уже, один точнее уже готов, а второй в процессе сборки. Ну что, друзья, вот такое приключение в Кострому у нас получилось. Алексей и его команда действительно, мне кажется, застойный лайка. И контакты, как я говорил, будут снизу, под видео. Всегда, может быть, связаться, пообщаться. В общем, спасибо за выпуск. Спасибо за то, что вы нам здесь показали. Очень было интересно. Мы еще увидимся, значит. Надеюсь, надеюсь. Спасибо большое. Все, подписывайтесь. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok